А ребята, в связи с цикламеном, я просто подумала такую вещь, нельзя ли вообще использовать, скажем, чеснок, сделать чесночное масло, вот так же, как рассказывали, цикламеновое масло, тоже, в общем-то, очень такой сильный антисептик. Ну, у чеснока там немножко другие свойства, и чеснок, он будет как раздражающий слизистую оболочку, но он не выведет то, что у нас уже, так скажем, прилипло, то есть он прочистит пазухи, насколько это возможно, но то, что у нас, вот наши сопли, которые из нас выходят, почему вот это вот гаймаровые пазухи забиваются, они настолько трамбуются, что они превращаются в кость, практически в костную ткань, и чеснок это, он не разъедает, то есть он промывает те каналы, насколько вот они у нас есть, большие или маленькие, вот, насколько они у нас открыты, вот он их промоет, прочистит, но вот то, что у нас уже утрамбовалось, чеснок это не разъест, поэтому там немножечко другие эффекты. То есть ты думаешь, что цикламент более агрессивный, чем чеснок? Ну, это же, да, это же ядовитый корень, у него именно вот свойства, у него другие, он, я не могу сказать это по-научному, я читала, но у него как раз есть тот компонент, который вот эту вот твердую ткань, он ее разжижает, и именно поэтому вот этот гной начинает выходить.